Доброго времени суток, с вами InvestSolution и сегодня мы рассматриваем проект MetaHash. Это новейший блокчейн, предлагающий более высокороскоростную и выгодную альтернативу уже устоявшейся существующим блокчейн, таким как биткоин и эфир. MetaHash — это сеть нового поколения на основе технологии блокчейн 4.0 для обмена цифровыми активами и платформа для создания и управления централизованными приложениями и сервисами, работающие в реальном времени. Сеть MetaHash состоит из четырех частей, о которых я постараюсь рассказать поподробнее. Это TraceChain, MetaApps, MetaGate, MetaHashCoin. TraceChain — это самая быстрая и безопасная технология блокчейна. Более 5 миллиардов транзакций в день, не более трех секунд для проверки транзакций. Исключая проблемы скорости, эта технология основана на автоматическом алгоритме самообучения, с помощью которой выполняется маршрутизация сигналов по сети. Имея начальную пропускную способность 100 мегабитного канала, он растет, добавляя больше узлов с более высокой пропускной способности и повышая надежность дополнительных DataChains, которые способствуют для запуска приложений. MetaApps — современная технология смарт-контрактов, которые регулируются как обычные веб-сервисы с помощью дестерализованных приложений в режиме реального времени. Любой разработчик может превратить свое приложение, написанное на любом языке программирования, в приложение MetaApps. Образ программ и операционные системы загружаются в сеть и автоматически запускаются на множестве машин в сети. Создавать можно на любом языке программирования, включая C++, PHP, Solidity и прочие. Полностью поддерживает функционал смарт-контрактов. MetaApps могут работать с любым блокчейн и просто данными из интернета. MetaGate работает как дестерализованный каталог приложений с сети интернет, а также многоцелевой кошелек, который задействует интерфейс с открытым исходным кодом и протокол TraceChain, позволяющий работать с MetaApps. У сторонних разработчиков есть возможность использовать код MetaGate для встраивания функций MetaApps и TraceChain, блокчейн в различных приложениях и браузеры. С публичным дебютом протокола TraceChain и браузера MetaGate криптовалютные эксперты ожидают, что MetaHash будет препятствовать крупномасштабной битве за широкое распространение. При всей технической сложности MetaGate гораздо проще для пользователей, чем обычные криптовалюты. Все необходимые аспекты безопасности работают в фоне, оставляя обычному пользователю лаконичный и понятный интерфейс. MetaHashCoin – это токен, регулирующий самофинансирование и развитие сети, а также он используется как цифровой актив, средством оплаты на платформе. Цифровые активы в виде токенов сети MetaHash можно обменивать, а также конвертировать токены других сетей, включая биткоин и эфир. Вместе с этим сетевой обменный агент проекта MetaHashCoin используется для обеспечения надежности сети, обмена услугами и регулирования ее самофинансирования и развития, а также для приложений, которым нужно хранить данные, но не хватает скорости и объема данных в обычных блокчейн-системах, публичных адресов, листингов, мета-эпс, рекламы MetaGate и других. MetaHash – это платформа полностью дезинрализованная и синхронизированная, способная быстро обрабатывать необходимый для мира объем данных, способная обменивать цифровые активы, управлять дезинрализованными приложениями и услугами в режиме реального времени. На платформе MetaHash есть четыре компонента, которые делают эту платформу отличной от других платформ. Инвестируя в данный проект, вы станете одним из первых, кто будет удерживать данный актив и ожидать определенного результата. Дорожная карта проекта – так называемые планы развития компании. С 2012 по 2016 год сетевая библиотека приемов сигнала, работающая на C++ и способная принимать и отдавать одновременно более 100 тысяч запросов в секунду на один недорогой стандартный сервер. Сетевая библиотека синхронизации сигналов внутри кластера, управляющая гигантским потоком данных между машинами кластера. Система машинного обучения, принимающая решение за 40 миллисекунд. Обответственный сигнал с учетом мультификаторной взаимосвязи. Собственный аналог Hadoop, подобный системе на C++ для распределенной обработки больших данных. Второй квартал 2017 года – создание протокола ThreatChain Alpha-версия, создание протокола ThreatChain Beta-версия при соединении команды AdNow. В четвертом квартале 2017 года – присоединение команды Egranorsky IT, формирование команды Business Development, формирование Operational Team. В первом квартале 2018 года – обширные тесты безопасности. По завершении тестов – релиз исходного кода. Старт полностью затерилизованной системы. Второй квартал 2018 года – разработка MetaChain 2.0, IP с балансами и истории переводов по кошелькам разных блокчейнов. Старализованное приложение с информацией о транзакциях в сетях эфира и биткоина для работы с блокчейном. Релиз MetaGate 2.0, мессенджер с публичными нотификациями и зашифрованными сообщениями между кошельками. Релиз ThreatChain 3.0, пиринговые узлы, подключаемые к тест.нет для установки на любые сервера. Открытие офиса. Запланированная статья RCO Round A, ThreatChain 4.0, сервис тестирования производительности ядра сети на 1 миллион плюс транзакций в секунду. Релиз MetaICO 2.0, интерфейс создания токеров внутри сети MetaHash. Релиз MetaICO 3.0, платформа для проведения ICO проектов на MetaHash. ThreatChain 4.0, функция голосования в сети MetaHash. ThreatChain 5.0, искусственный интеллект, управляющий маршрутизацией сигналов между узлами для обеспечения максимальной скорости создания блоков и пропускной способности сети MetaHash. А также 100 тестовых узлов для тестирования взаимодействий между узлами сети в разных географических локациях. В четвертом квартале 2018 года MetaICO 4.0, релиз приложения MetaToken и токенизация эфира. ERC 20 токенов биткоинов в токенах MetaHash, для их использования в сети MetaHash. ThreatChain 6.0, MetaStorage для работы в датарализованных приложениях MetaApps 2.0, платформа для приема к размещению сторонних датарализованных приложений. MetaGate 3.0, финальный релиз кошелька MetaGate для Mac, Windows, Unix, Android, iOS с каталогом. В четвертом квартале 2018 года ThreatChain 7.0, начало форжинга. ICO Round B или возможное заключение договора о листинге с криптобиржей, созданной и регулированной соответствии с требованиями законодательства. Сейчас давайте немного поговорим о самом ICO. Токен будет называться MHC, платформа и эфир. Контракт стандарт ERC 20. Всего будет доступно 92 миллионов токенов. За 1M MetaHash будет равняться 0.0125 эфира. Принимаемая моя плата это эфир, команды разработчиков, Глеб Никитин, это исполнительный директор и основатель. Это помощники Олег Романенко, Михаил Заруцкий, Сергей Рылин, люди, которые отвечают за маркетинг. Бизнес управление Антон Аграновский, Геннадий Акунин, Светлана Руденок, Андрей Коростелев. Это интернациональные бизнес-партнеры, это адвайзеры и консультанты проекта. Из них можно выделить одну из самых средств, Яну Балина. Также с каждым из адвайзеров или членов команды можно более детально ознакомиться, перейдя по линке, которая находится под фотографией, контакты. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.